Андрей Барановский, пожалуйста, Интерфакс. Андрей Барановский, агентство Интерфакс. Александр Казимирович, хотелось бы получить комментарий нашего МИДа относительно скандала с показом в США, и не только в США, фильма «Интервью», в котором происходит убийство северокорейского лидера Ким Чен Ына. Я бы хотел уточнить, вот как в МИДе прокомментируют не просто показ США этого фильма, а то, что власти США приветствовали этот показ. И не опасаются ли в Москве, что показ этого фильма в России может повредить отношения с Пхеньяном? Спасибо. Ну, в принципе, конечно, сама идея фильма, она настолько агрессивно-скандальная, что совершенно понятна была реакция северокорейской страны, да и не только её. И, в принципе, и мы здесь, в России, с озабоченностью восприняли очередной этап эскалации напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Корейской Народно-демократической Республикой из-за обвинений, которые предъявлялись в адрес Пхеньяна в причастности к кибератаке на сайт компании Sony Pictures и так далее. Причём стоит напомнить, что никаких прямых доказательств американская страна так и не представила в оправдании своих претензий по поводу подобных акций со стороны Пхеньяна. Более того, напомню, что Пхеньян предложил провести совместное расследование этого инцидента, что, в общем-то, открывало бы дополнительные возможности для снятия напряжённости. По сути, такой шаг является искренним стремлением северокорейской стороны разобраться в этом вопросе во всех деталях. Что касается прозвучавших призывов США и к другим странам осудить Корейскую Народно-демократическую Республику, тем более угрозы мести представляются абсолютно контрпродуктивными и опасными, поскольку лишь добавляют к и без того сложной обстановке на Корейском полуострове дополнительный элемент напряжённости и способный привести к дальнейшей эскалации конфликта. Это абсолютно не отвечает ни чьим интересам, ни тем более интересам сохранения и обеспечения региональной безопасности. Попутно я бы хотел сказать о том, что такое особо тщательное внимание американской администрации к проблеме защиты электронных сетей вызывает сожаление в этой связи тот факт, что именно по инициативе американской стороны была разрушена конструкция президентской комиссии, где работали специализированные группы профессионалов-экспертов, включая и людей, которые заняты вопросами угроз, которые исходят из применения информационно-коммуникационных технологий. и, собственно, самой этой информационно-коммуникационной системы в интересах международной безопасности. Хотя мы всегда исходили из того, что этот канал общения экспертов вполне мог бы помочь вырабатывать консолидированные точки зрения. Напомню в этой связи, что наша попытка, в общем-то, достаточно успешно была реализована в рамках ОБСЕ по тематике международной информационной безопасности и применения информационно-коммуникационных технологий как раз в партнёрстве и взаимодействии с американскими коллегами. Спасибо.